Так, Михаил Семенович, скажите, пожалуйста, вот сейчас этим летом произошла огромная волна всплеска интереса к рэпу, миллионные просмотры. Это попса или это что, на ваш взгляд? Это социум. Социум отражается в различных формах. Это не имеет отношения к искусству, к музыке и к поэзии. То есть, пользуясь фрагментарно идеями поэзии, якобы музыкой, театром и ритмом, они создают так называемые социальные пункты, где отражается в таком искаженном, а может быть даже наоборот более парадоксальном виде действительность. Вы посмотрите, есть дискуссии, когда по телевидению все время закрикивают друг друга. То есть, вот есть 10 патриотов и 2 сомневающихся. Сомневающемуся дает слово, он что-то успевает пикнуть, и в это время 10 человек кричат, независимо от того, это женщина, милая, обаятельная, любой мужчина, интеллигент, кто бы ни был. Вот эта вот идея закрикивания, она противна оказалась группе людей. Отсюда рэп-баттл. Когда я про тебя говорю плохо, это театр, а ты меня не трогаешь, ты меня не перебиваешь, ты джентльменски выслушиваешь, и потом находишь адекватные слова для того, чтобы говорить плохо обо мне. То есть, это такая игра, ведь они же не ненавидят друг друга. Это театр. Но театр, к сожалению, отражающий ту действительность и пытающийся противопоставить ситуации, при которой уже никто ни до кого ничего не может донести. Ни позитива, ни негатива. Рэп, для того, чтобы привлечь, конечно, огромное количество людей, особенно рэп-баттлы, они пользуются матом, нецензурной лексикой, и тогда к ним приходит молодежь. Но я не вижу такой опасности в рэп-баттлах, как опасность в фараоне. Потому что я вот сейчас в аргументах и фактах сказал, что каждый человек, просмотревший фараона, это удар плеткой по спине учителя музыки, священника, учителя мировой художественной культуры, по всем политикам, по всем. То есть никто не справился. Один мальчик пять минут назад, и все. И этого достаточно, потому что в обществе нет достаточно накопленной интеллектуальной и духовной ценности. И поэтому его можно взять голыми руками. Любой внедрящийся в это пространство. Я сегодня, недалеко сегодня, посмотрел комментарии к тексту фараона и перешел в ВКонтакте туда, кто же авторы комментариев. Девочки 14-15 лет, которые слушают эту музыку и матом определяют, что это замечательная музыка. Понимаете, 14-15 лет. Они ведь будущие матери. Вы понимаете, кого они родят? Вы понимаете, кто будет их партнером? Где границы? Можно ли их провести между хорошей музыкой, между настоящим искусством и между попсой? Значит, тут вопрос очень простой, на самом деле, в ответе. Потому что почему мы называем музыку классической? Классическое искусство. Не потому, что вот мы решили, это классика, а вот то не классика. К сожалению, великое искусство по-настоящему проверяется только временем. То есть, если Бетховен 200 лет назад писал 9 симфоний, и они живут сейчас, то это значит, что Бетховен закодировал что-то такое, что сегодня так же важно, так же актуально и так же необходимо. Но это принцип божественного. Понимаете, Бог вечен. Он никогда не рождался и никогда не умирал, если так взять. То есть, в древних мифах существует рождение, смерть, рождение, смерть. Вот Христос один раз умер и возродился. Осирис много раз умирает осенью, а весной возрождается, как вся природа. Но, в принципе, Бог божественный – это вечно. То же самое и здесь. Классика – это то, что, проходя через время, не уходит, не становится неактуальным. Понимаете, если, скажем, Вяльцева пела, спросите у какого-то поколения, кто такая Вяльцева? А это же был кумир, это была Пугачева того времени недалекого. Никакой Вяльцева нет. Даже Высоцкий, который был кумиром всей России, это было божество. Вы теперь не захотите слушать песни Высоцкого в исполнении дяди Васи. Вы не дослушали меня. Потому что Высоцкий должен петь сам. Он актер. И поэтому, если дядя Вася или тетя Нина споют его песни, то вам будет плохо. Вы почувствуете себя оскорбленным. Но музыку бах, а может играть любой органист, получивший образование. Вот это классика. Высоцкий – гениальный актер. Он был, когда он существовал. Он есть в своих записях. Он есть в своих видео. Он должен быть сам и петь сам себя. И никто другой петь его не может, не оскорбляя религиозных чувств поклонников Высоцкого. Понимаете? Потому что, как вам сказать, классика – это то, что доказало свое право на божественную вечность. То есть, это сопутствует цивилизации, всему росту иудейско-греческо-римской цивилизации, наследниками которой мы, по сути, являемся. Потому что мы ни одного слова не говорим, которое не включало бы в себя какие-то явления иудейско-греческо-римской цивилизации. Вот так вы ее назвали. И Византия – это потомок римской цивилизации. И Новый Завет – это дочерняя религия. Ветхого Завета – христианство – дочерняя религия, как и ислам, иудаизм и так далее. Мы все связаны вечно единой цепи. Так вот, то искусство и та культура, которая проходит через тысячелетия и оказывается актуальной, мы ее и называем классической. — Михаил Семенович, вопрос. Хочу про вас спросить. Как у вас происходило вот это приобщение к музыке? Я знаю, что отец у вас играл на каких-то музыкальных инструментах. — На скрипке играл мой папа. Но непрофессионально. Ему негде было учиться, потому что лучшие годы его. Детство он провел в провинции. Лучшие годы ушли на войну, потому что он ушел служить в 19 лет. Прослужил три года, должен был демобилизоваться. А в это время началась война. Значит, плюс четыре. Понимаете, у этого поколения моего папы, все, и у мамы тоже. Папа инвалид войны, он умер, по сути, от ран в 70 лет. Мама живая, сейчас 95, она ветеран войны. Они прошли все. Понимаете, и когда они, я родился уже через шесть лет после окончания войны, то они знали твердо только одно. Им не получилось у них, им не дано было. Так судьба сложилась. А сын должен все получить. Мы живем в мирное время. Поэтому тот, о чем они мечтали, к чему они стремились, должно осуществиться во мне. Дедушка когда-то играл на скрипке, мамин папа, но в первую империалистическую войну его ранило в руку. И рука скрючилась. И он плакал, когда слышал скрипку, потому что он, говорят, был очень талантливый. И когда я начал играть, он просто радовался. Как это произошло? Вот вы начали играть. Это просто вас записали, вы сами хотели. Нет. Когда я пришел в детский сад, меня привели в детский сад, там была музыкальная работница. Таких работников сейчас очень мало уже настоящих. Мария Борисовна Савицкая. Кстати, она бабушка Саши Рыбака, который, помните, Евровидение. Потому что сын Игоря Рыбака, Саша, это сын моего друга детства. А мама его, то есть бабушка Саши Рыбака, работала музыкальным работником в детском саду. И когда она меня, как и всех тогда было принято, проверяла на музыкальные способности, выяснилось, что я безумно способен, что у меня от природы какие-то совершенно сумасшедшие данные и так далее. Она с моим родителем сказала, его надо учить. Она жива сейчас, ей 92 года, Мария Борисовна Савицкая. Мы с ней разговариваем по скайпу, она освоила скайп. И она сказала учить. И родители подали на фортепиано. Когда я пришел на экзамен, я сдал экзамен вступить на музыкальную школу. Говорят, значит, ты идешь на фортепиано. И вдруг я говорю на скрипку. Они вызывают моих родителей, говорят, у вас здесь написано фортепиано. Родители говорят, меженька, почему скрипка? А я говорю, я вчера принял решение. Когда? А я по радио услышал, Острах играл интродукцию Ронда Капючёза-Сен-Санса. Я сказал, я хочу быть как Острах. И хочу играть интродукцию Ронда Капючёза-Сен-Санса. И вот тут комиссия стала уговаривать моих родителей. Вы знаете, у него такой обостренный слух, что это очень редко. И это очень хорошо для скрипки. Потому что на скрипку идут самые талантливые. Потому что фортепиано, как бы то ни было, начинается с того, что клавиши готовы. И все зависит от настройщика. А у скрипки все делать надо самому. Поэтому грандиозный контроль слуховой, зрительный, эмоциональный. Тончайшие на кончиках пальцев нити ощущения, нервные окончания, которые нельзя повредить. Я очень рано понял, что такое музыка. Очень. И папа стал устроить концерты. Дома, при гостях. Папа открыл малиновую занавесчику и говорил, выступает Михаил Казиник. Моцарт. Весенняя песня. Я выходил и играл. Гости аплодировали. Делали вид, что им очень нравится. Ну, вот такая скрипочка. Скрип. Все одно. Еще не звучат эти маленькие скрипочки. Вот. Ну, а потом я стал рассказывать. Мне кажется, что вот это очень важный момент, когда родители и когда гости, вот это поощряет в ребенке. Потому что очень часто же говорят, да что он там сыграет? Какой ему концерт? Ты выучись сначала, закончи музыкальную школу, потом будет про концерт. Это большая глупость. То есть, мне кажется, что часто родители идут на понижение. Абсолютно. Любое достижение ребенка должно немедленно демонстрироваться, хвалиться, пропиваться, проигрываться. Не только музыкантам. Вообще, ребенок сделал, нарисовал три линии. Неталантливо, ничего. Ну, художник маленький. Надо просто ими восхищаться. И придумывать вместе с ребенком все фантазии, что эти три линии значат. Они могут значить все. Всю вселенную. Понимаете? Поэтому нужно все время поддерживать в ребенке любое творческое начинание. Вот сейчас в Тюмени в школе, когда проводили первый такой урок, ребенок что-то с места говорит. У меня дивные учителя, креативные, талантливые, театральные, красивые, остроумные. Вот прям 50 учителей гения, понимаете, набрали для этой школы. Так вот, ребенок что-то сказал, они продолжают урок. Я говорю, так, разборки полетов будут сегодня вечером. Вечером первое, что я говорю, ребенок сказал. Представляете, ребенок сказал. Вы не обратили внимания. Ребенок потерял интерес к вам. Вы должны тут же немедленно сказанное ребенком ввести ваш урок. Вы должны поддержать. Говорю, боже, как ты здорово сейчас сказал. Только ребенок говорит, а я, а я, а я. Какой-то стишок или что-то такое, или фразу. Ну-ка, давай иди сюда, всем скажи. Как интересно, какой ты умница. Тогда дети начинают все тянуть руки. Дети бегут в эту школу. Потому что школа-театр. И театр, если он не задевает зрителей, если зрители сидят и едят мороженое или попкорн, то это уже не театр. Есть другая здесь проблема, мне кажется. Если ребенка, наоборот, гиперпоощрять, и про все, что он делает, хвалить и говорить, что это просто потрясающе и гениально, то ребенок утвердится во мнении, что, в принципе, все, что он делает, это прекрасно. И можно ничему дальше не учиться, ничего нового не узнавать. Я же и так все суперски делала. Вот поэтому сейчас мы говорим об очень тонкой педагогике, а не о примитивной. Пощать. Когда ребенок на пути к тому, что это супергениально, показать, что не супергениально, что вот другой ребенок, смотри, что он сделал. Значит, ты можешь достигнуть этого результата. Конкурентность, соревновательность обязательно должна быть. Но не оценочная. Боже упаси. Оценки в школе быть не может. Я обычно говорю такую смешную штуку. Говорю, вот если мы Гоголю поставим пять, то что мы поставим Достоевскому? Вот у нас пятибалльная система. Вот собрали писателей. Давайте распределять оценки. Вот класс из писателей. Гоголь, Достоевский, Толстой, Лесков и так далее. Великие наши. Ну, ставьте оценки теперь. Поставьте оценки римскому Корсакову, Глинке, Чайковскому. Вот давайте. Знаете знаменитую историю Чайковским, когда он всем ставил пятерки, потому что он был очень добрым, во-первых, а во-вторых, он был меланхоликом. Он по поводу любой несправедливости плакал, и он боялся, что студенты будут плакать. Чтобы они не плакали, он всем ставил пятерки. И вдруг приходит Рахманинов, 19-летний, с Олегом. Ну и что, ставить пятерку? Ну, это же издевательство. Чайковский, вместо того, чтобы поставить оценку, сам начинает плакать от восторга, от гениального ребенка, от гениальной оперы, и он ставит пять плюс, 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 плюс. Пять четырьмя плюсами. Так Чайковский открывает многобальную систему, превышающую пятибалльную. Значит, ну, невозможно. Оценка – это самое смешное и самое нелепое. Это первое, от чего надо отказаться. Нельзя оценить ни достоинства человека, ни его знаний. Что мы оцениваем? Вызубренность, повторение из учебника. Мы должны оценить только одно – самостоятельность мышления, парадоксальность мышления, остроумие мышления. Вот это мы должны ценить. Причем ценить не оценкой, а радостью, поддержкой, аплодисментами, улыбкой, объятиями и конфетой. Без оценки не всегда можно объяснить ребенку, насколько хорошо он сделал работу. Например, показывать ему, там, его диктант и говорить, вот смотри, тут у тебя 15 ошибок, а вот в этой работе у тебя, например, 4 ошибки. Понятно, что он, что такое? Ну, 15 и 15. Ну, вот так я сделала. Теперь, слушайте, 15 ошибок, если это сочинение, ерунда по сравнению с одной фразой, которая написана талантливо. Там, вот сейчас не про диктант, давайте, про сочинение. Ребенок пел сочинение. Так вот, сочинение красным исправляют. Ошибка, 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 ошибка. А там гениальный писатель. Понимаете? Поэтому ошибки. Вагнер не мог спеть чисто ни одного звука. Не только своего опера, но вообще. Вообще. Он пел так, что люди затыкали уши. Он не смог спеть чисто гамму. А это один из гениальнейших композиторов всех времен. Понимаете, ошибка такая, да? Не показатель таланта. Великий писатель может писать с ошибками. Бездель может писать идеально грамотно. Грамотность есть одно из врожденных качеств личности. Есть люди, которые пишут грамотно. Я пишу без всяких ошибок с самого детства. Я не читал в свое время ни одного правила, потому что я знал, как писать. Когда я читаю, я только подтверждаю, что это правда. За всю свою жизнь я испытал затруднения раз в десять со словами. И тогда я справлялся. Писал это слово в браузере и смотрел, как же оно все-таки правильно. Понимаете, мое отношение ко всему школе это творческий процесс. Я глубоко убежден, что мы рождены. Если даже не гениальными дворцами, то гениальными восприятелями. Потому что вот когда говорят, не все же могут писать такие симфонии, как Битхоэн, не все могут расписывать потолок сикстинской капеллы, как Микеланджело. Нет, не все. Но есть еще люди, которые способны воспринять сикстинскую капеллу на конгениальном уровне. Есть люди, которые могут восприять битхоэнскую симфонию, не написав ни одного звука, на конгениальном уровне. Потому что если есть гениальные создатели, должны быть гениальные восприятели. Если гениального создателя, по сути, нельзя воспитать это от Бога, то гениального восприятеля можно. То есть обострить всю систему чувств, раскрыть тайны. Если я показываю пример на мертвых душах, в уездный город НН въехала бричка. Все во времена Гоголя смеялись, а мы нет. Почему? А потому что уездный город должен быть Н, если хочешь его зашифровать. А хочешь его расшифровать, напиши НН, и тогда вся Россия будет понимать, что это Нижний Новгород. Что Чичиков ехал в Нижний Новгород и никуда в другое место. Знаете, так вот тогда смеялись, сегодня нет. Понимаете, в чем дело? В учителях. В умении читать. Когда-то все мы прочли «Мама мыла раму» и решили, вот как только ребенок прочел, он научился читать. Ничего подобного. Он научился складывать слоги, как кубики. А чтение – это совсем другой процесс. Вообще другой процесс. Понимаете, вот чтению, как и всему, надо учить. И тогда мы рождаем. А как вы учите чтение? Что такое чтение? Что такое чтение? Ну вот смотрите, у меня московские же концерты все время, весенние и осенние. Я очень много концертов дал для детей. Я выхожу на сцену и говорю, «Мама мыла раму» читали? Читали. Писали? Писали. А «Рама мыла маму» может быть такое? Дети хохочут. А потом начинается фантазия. Да, «Рама» – это имя девочки. Она мыла маму. Наконец дошло до того, что один мальчишка говорит, «А я бы сделал мультик». Когда Рама, ну, застеснялась, что мама ее каждый раз моет, а она маму ни разу не моет. И поэтому Рама обрела ножки, ручки, соскочила с подоконника, взяла маму. Следующий говорит, что когда мама мыла раму, то часть мыла попала на нее. И таким образом, Рама тоже мыла маму. Понимаете, это все нобелевское мышление. Это все гений, парадоксов, друг. Значит, когда мы читаем, мы учимся видеть и слышать за текстами, за буквами, за словами глубокие смыслы. Вот, я не знаю, видели ли вы такое, когда я сказал, что начало романа Анны Каренина «Все смешалось в доме Облонских», это не то, что Стива изменил своей жене. Это эпиграф к роману второй. Потому что Анна не Каренина, Анна Каренина поможет. Она Облонская и всегда будет Облонская. Понимаете, и вот Стива влюбился в горничную, а Анна влюбилась в Обронского. Стиву простили, с помощью Анны, кстати. А Анну бросили под поезд. Не простили. Вот это все смешалось в доме Облонских теперь. Оказывается, смесь в доме Облонских – это Россия. Потому что вторая рифмующаяся пара там – Левин и Каренин. Каренин, муж Анны, пытается изменить все в России и сталкивается с полным казнократством, с ужасами, с ложью, с приписками совсем. Не может ничего изменить, как государственный деятель. А Левин на маленькой территории своего поместья пытается изменить и то же самое. Мужики врут, пьют, крадут и так далее. Ни тот, ни другой ни в микрокосме, ни в макро ничего не может делать. Вот что такое все смешалось в доме Облонских. Дом Облонских – это Россия. И это предупреждение Толстого с самого начала. Вот кто-то читает «все смешалось в доме Облонских», значит, Стива изменил. Толстой не такого уровня писатель. Вот так я учу. Я учу слышать глубину мыслей, глубину. Понимаете? То есть в чем беда большинства людей, не воспринимающих литературы, музыки, поэзии? В том, что они все воспринимают на первом уровне восприятия. А первый уровень – вышел, зашел, убил, не убил, женился, развелся, изменил, полюбил. Вот на этом строятся сериалы. Занес нож в конце 157 серии, да? Перерыв. Завтра. Теперь уже все ждут. День ничего не значит, вечер нет, ночи нет, утро нет. Только быстрее, чем это конец с ножом. Воткнет или кто-то там окажется с пистолетом, или кто-то выбьет, что-то случится. Конечно, выбьет. Выбьет, конечно, это понятно. Надо еще 300 сериалов. Конечно, потому что есть схемы, которые рассчитывают на очень примитивное мышление. Я ничего не имею против сериалов, потому что многие пенсионеры, которых в семье забросили давно, они живут семьями вот с этими героями. Нет, сейчас в Америке снимаются хорошие сериалы. Да. По сути дела, мне кажется, конкурирующие с... Может быть, может быть. Но вот, понимаете, что такое учить и читать в том числе, и слышать музыку? Это учить другим измерениям. Это входить во второй уровень восприятия, в третий, в четвертый и дальше до бесконечности. Я как раз вот об этом хотела спросить. У вас очень много очень интересных трактовок литературных произведений. Действительно, и причем вот их читаешь и понимаешь, что кажется оно действительно так. Кажется, что вы правы. Недавно вот детям пересказывала вашу трактовку о золотой рыбке, сказке Пушкина, о том, что это про любовь, а не про жадность и скупость. Когда вы вообще начали читать литературу вот так глубоко и пробовать ее анализировать? Вот где вот это? Как это произошло? Какой был толчок? Сейчас скажу ужасную вещь. Первый толчок был в четыре года. Я к четырем годам читал, и я читал детям в детском саду. Воспитательцы и нянечки оставляли меня, сажали на стульчик на сцену, а детей сажали на стульчике в зале. И я полтора-два часа мог им читать. Сначала по текстам, а потом на память. Так вот, когда я читал сказку о царе Салтане, то потом я переспрашивал, что вам прочитать из того, что я читал раньше. Они вдруг сказали не про царя Салтана, а про Баба-Баба-Риха. То есть они заметили, что когда я читал, я показал им текстом, не понимая, не анализируя, что Пушкин Бабу назвал Баба-Риха для того, чтобы получилось подряд четыре Баба-Баба. Потому что это дадаизм, это удовольствие для губ, это снятие напряжения с мозга, это разрядка. Подойдите к зеркалу, если вы устали, посмотрите, скорчите рожицу и скажите Баба-Баба, и вы увидите, что будет с вашей головой, с кровеносной системой. Вы расслабите все эти мышцы, которые самые несчастные у человека. Вот здесь вот эта система крови, которая должна все время поступать в мозг, ее надо все время как-то с ней работать. Вот с ней можно работать еще и так. Баба-Баба-Баба, отка, тихо, спала, рихой, сватьте, баба-Баба-Барихой. Вот тогда я понял, что я читаю не тексты, а подтексты. Понимаете, вот тогда. Я тогда этого не осознал. Прошли годы, и я стал понимать, что все эти тексты, это тексты сакральные. Это великие тексты, это тексты, как божественные на века. Вы это в каком возрасте поняли? Вы подросток? 12, 13, 14. Когда у детей был переходный возраст, у меня был тоже переходный, но совсем в другую сторону. Я к 15 годам закончил круг чтения. Я прочел уже «Преступление и наказание», и тогда-то я сразу понял то, чего не поняли все мои современники. Потому что, наверное, когда 14-15 читаешь Достоевского «Преступление и наказание», понимаешь, больше, чем те, кто его не читают. И больше, где ты живешь. Я понял, что я живу в государстве Раскольникова. То есть коммунизм – фашист. Ну, как фашист, он говорит, что он имеет право приступить через кровь, а как коммунист, он хочет убить старуху и разделить ее деньги. Смотрите, в одном человеке, замечательном Родион Романовиче, и коммунист, и фашист. Это было для меня самым главным внутренним доказательством того, что коммунизм и фашизм – это два родственных понятия. В результате преступление происходит на уровне поругания Святого Писания, где написано «Не убей» и все, без всяких условий. Понимаете? Убил – оправдал убийство. Вот что говорит Достоевский. Все дозволено. Вот этот ужас, да? И когда я это понял, к сожалению, я в те далекие годы вынужден был в какой-то степени скрываться, потому что я понял, где же он, и понял, к чему это приведет, и к чему это дальше может привести. Понимаете? И мне стало немножко страшновато. Все дети веселились, бегали, прыгали, а я как из какого-то сайн-фикшн-романа ходил и думал, вот они прыгают веселые. Они даже не знают, что они прыгают на жерле вулкана, которые через 10, 15, 20 лет взорвется и сожжет их своим страшным огнем. Они бы в это время должны были туда водичку заливать, а не танцевать там. Вот у меня было такое ощущение. Может быть, поэтому я где-то сформировался как человек, который всю свою жизнь стремится людям рассказать, раскрыть, приоткрыть, сделать их счастливее, потому что вокруг них масса великой литературы, великой музыки, великих тайн, смыслов, полностью грандиозных смыслов, то есть, которые составляют, собственно, ценность человеческого существования. А что, разве ценность наша в том, что мы изобрели какой-то русский автомобиль особый или какой-то компьютер, который понадобился всему миру, а в том, что Япония изобрела это все, она что, стала великой сразу странной? Тоже нет. Япония велика хокку, хайку, так же, как Россия велика Чайковским и Достоевским, и Гоголем, который предвосхитил всю литературу 20 века, и Чеховым, который предвосхитил весь театр 20 века, напрочь от начала и до конца. Вот чем мы можем гордиться. И когда говорит «великая Россия», у меня сразу появляется такое провокационное желание. Чем? Ну-ка, быстро перечисляйте. Территории – это не ваша заслуга. Велика тем, что еще дороги не построены на этих территориях. Это плохо. Да, тут величия нет. Велика пенсиями. Тут вы совсем ничто, потому что стыдно перед всей планетой. Нефть, газ льются, все природные, все полезные, все вокруг вас. Реки, озера, леса, горы. В Израиле ничего нет. Я там, когда приехал туда один раз, да, я был потрясен. Симфонические оркестры, балеты, театры, свободная пресса, красота. Все растет, все цветет в этой пустыне. Когда летишь и приземляешься в пустыне Нигев, не веришь своим глазам, что у этой страны три четверти территорий неплодородные. Поражает это же, например, в Турции, когда видишь, что для того, чтобы вырастить помидоры, они собирают вот эту грядку из камней по камушкам. Да, да. Не то, что у нас там вот. Или возьмите, например, я часто люблю ездить на Гран-Канарии. Маленький островок, величиной он всего, с московскую кольцевую, мукат, точно как мукат. Вот такой кругленький, посмотрите, Гран-Канария, любимый такой, хороший, маленький. Когда приезжаешь, огромный филармонический зал, роскошный Лас-Пальма с древнейшими церквями, со старым городом, с культурой, с красотой. Вот подумайте, что каждый камень надо было туда завести либо кораблями, либо самолетами. Они посреди океана. А у них здесь Африка, причем там не цивилизованная западная Сахара, а там гигантский океан на тысячи километров. Как нужно было жить на этом островке канарийцам, для того, чтобы, не имея ничего, выстроить такой рай на земле. Когда маленький островок, это, наверное, проще сделать, чем когда... А у каждого человека, который живет в России, его Россия, это его маленький островок. Понимаете? Ну, не надо же мыслить тем, что вы должны сейчас спасти... Помните, как у Светлова там замечательно? Я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. А у тебя земля есть? Ну, врачок ты, милый. Соответственно, это великое качество русского народа, да? Да. У меня нет земли, у меня все запущено, у меня вообще ничего нет, да? Но мне надо, чтобы Гренада, Гренада, Гренада моя. Гениальный стих. Даже Цветаева, когда прочла, она написала Пастернаку, передайте Светлова, что его Гренада мой самый лучший, мой самый любимый за все годы стих. Потому что там на бархат заката, слезинка дождя, смычками страданий на скрипках времен. Это гениальный стих, понимаете? А, но можно там же и посмеяться. Потому что, ну, вот парень узнал, что гренадская волость в Испании есть. Надо идти помогать, спасать крестьян. Да, в то время, как у тебя ликвидировали все хозяйство, все расстреляли всех этих самых работников нормальных и оставили голытьбу, которые пропойную, да? И это назвали колхозами. Ну, история, ничего не поделаешь. Но на самом деле, понимаете, вот это вот еще очень важно. Вот видите, я говорю, это ведь не злопыхание, это чувство юмора. Вот надо всегда все вопросы, даже резкие, острые, рассматривать с юмором. Народ выживает только при одном условии. Если он умеет смеяться над самим собой. Если он надевает маску смерти, ему конец. Многие великие цивилизации погибли из-за отсутствия чувства юмора. Из-за того, что они молились только великому богу Ра, да, и погибали. Ра выжигала их землю, они молились. Слава Семенович, можно к вам вернуться? Вообще, вот расскажите про себя, вот вы школьник. Это что? С одной стороны, я вижу, что вы были прям с детства таким лидером, которого оставляли детям читать. С другой стороны, вот вы в 15 лет понимаете, что все вокруг вас где-то там на вулкане. Играют, танцуют и смеются. А вы один тут что-то понимаете. Вы знаете, к счастью, не один. К счастью, мне в жизни повезло с окружением, потому что, видимо, на ловца и зверь бежит. Я знал самых замечательных питерских людей того времени. Я читал свои стихи, они читали свои. Я знал тех людей, которые были кругом Бродского и Ахматовой. Я встречался с Виктором Кривулиным, уникальнейшим человеком. Совершенно был у него дома. Я встречался с замечательными учениками еще Римского, Хорского, Чайковского в своей юности, с потрясающим композитором Рабунским. То есть мне повезло. Еще повезло тем, что меня родители перевезли из Петербурга, где я родился, из Ленинграда, Витебск. А Витебск – это был вообще город на планете Земля. Витебск – это вот железная дорога, Петербург, Царское село. Она была продлена до Витебска. Поэтому в Питере Витебский вокзал, а в Витебске – Витебский вокзал второй. Настоящие роскошные вокзалы. И туда уехала интеллигенция. И когда меня привезли в Витебск маленьким, я там рос, мне казалось, что весь мир такой. Я был счастливейшим ребенком на свете. Потому что это был город интеллигенции. Потому что питерцы тогда, сев в поезд, уехали в Витебск. От жуткого климата, от гнилого болота, от этих комаров, они уехали в континентальный климат. Он был русским городом, русско-еврейским. И вот этот маленький, затлый русско-еврейский городок вдруг расцвел. Дал миру великих людей, начиная от Шагала, Малевича, Добужинского. Даже Лагина, автор «Старика Хатабыча», с его полетом, с Волькой, тоже из Витебска. Он жил в трех домах от меня. Я ходил в музыкальную школу, в тот дом, в котором когда-то в юности жил Лазарь Лагин, автор «Старика Хатабыча». Так что не только шагаловские герои летают, еще и лагиновские на ковре соболеты. Где было к вам отношение такого вот «мальчик со скрипочкой»? Вы знаете, поскольку город был гордым интеллигенцией, и «мальчик со скрипочкой» был совершеннейшей нормой, то не было. В пионерском лагере было. Это был такой пролетарский лагерь, ребята из фабрики «Хим». И вот они кричали со скрипочкой «Но, попилий-ка нам на скрипочке, поскрепи!» У них там был бейнист, который играл в «Осаду» в «Левогороде». Вот он им нравился. А я уходил плакать тихонечко, потому что моя скрипка им не нравилась. Для них сама скрипка была символом интеллигенции. Ну, вы знаете, что было такое еще последствия сталинского, когда интеллигент — это очки, шляпа, еще и скрипка, и симфония, и филармония. Это было все ужасно ругательными понятиями. А я как раз со скрипкой. Это одно из ругательств. Таким образом, когда я попадал вот в эту группу, я просто плакал. Ночами я лежал под одеялом и плакал. А днем я пытался их как-то переделать, когда мне было 7, 8, 9 лет. Я пытался им что-то рассказывать. Кто-то слушал, кто-то нет. Но в армии потом мне удалось захватить целые. Расскажите, как это было? Ну, это было так. Я приехал, мне было 24 года, когда я служил. Мне в военкомат удружил, я уже был лауреатом конкурса Бетховена тогда, и музыковедом. Я уже выступал. И вдруг меня направили в самую страшную часть, которая должна жить потом в лесах большую часть времени, строить в болотах, дороги. И когда я ехал поездом, то вместе со мной в тамбуре все время курил какой-то офицер. А я ехал одетым совершенно нормально. То есть в армии обычно едут черт знает как. А я ехал в нормальной одежде. Я понимал, что ее заберут, украдут. Но это было неважно. Я должен до конца, до последнего момента быть человеком. И мы разговаривали с ним. Говорили всю ночь. Я ему рассказывал. Он говорит, это самая интересная ночь в моей жизни. Маэстро. Говорит, а куда вы сейчас едете? На гастроли? Я говорю, нет, в армию. Он говорит, в какую армию? Вы в армию? Я говорю, да. А куда? Я говорю, в Пинск, 44-540. Он говорит, так я там начальник штаба. Так, я сегодня приеду, мы приедем. Я позвоню, говорит, в штаб округа, скажу, что они гады и враги народа. Что они человека, на которого столько потрачено, которого так научили, сейчас отправляют, что у него руки в лохмотье превратились. У нас, говорит, самый скромный солдат, это тот, кто имел хотя бы один привод в милицию. У нас люди сидели. У нас Сибирь. У нас такие места, где люди не знают вообще цивилизации. Потому что они должны быть черно-рабочими армии. А что у вас нет места в клубе, я спрошу. У нас даже одна штатная единица. Киномеханик-водитель. Он же водитель, он же киномеханик. Больше ничего нет. То есть у нас по законам военного времени развернется огромная бригада. А в мирное время, вот так называемые понтонеры, мостостроители, там действительно много погибало наших ребят. Когда они строили дороги, провалились в болото, инфекции подхватывали. Машина с понтоном столкнулась, головы расплющила двум замечаниям. Я много знаю, это вскрывалось все. Это в армии статистики тогда не было. Это было много лет назад. Но тогда вот меня вызвал к себе замполит, начальник политотдела, полковник Пальчевский, как сейчас помню, и говорит, слушай, у нас же такая возможность есть. Такой человек к нам попал. Давай мы сделаем так, чтобы мы тебя все-таки освободим. И ты поступаешь в подчинение штаба, и никто тебе не может ничего сказать. А ты за это нам будешь давать концерты, показывать слайды, рассказывать об истории искусства. Вот такой был, сам стихи писал. Ну, вот так случилось, да. И вот и начальник штаба, и начальник политического отдела, они все были как бы моими близкими друзьями. И случилось так, что я действительно там всю историю искусств прочитал ребятам, солдатам. Вообще, даже Пальчевский сказал когда-то, у нас часть вообще, по сути, не боевая. Скрипочка звучит, симфония, обсуждают какие-то Шекспиров, Мольеров. Они совершенно не готовы к боевой ситуации. Шутил, конечно, да. Но вы знаете, я там много сделал. И до сих пор я получаю письма от своих сослуживцев, которые говорят, что, Миша, ты заранил в нас тогда то, что потом развилось, иначе бы нет. Кто бы мог думать, что вот я пришел, приехал из Барнаула, из Барнаульского региона, области, я ничего не видел. И вдруг попал к тебе, и я даже проводил там эксперименты для себя. У меня были слайды живописи, история живописи. И мой сержант, я не с Тышкинс из Латвии. Тогда все дружили, все была одна страна. Сейчас трудно поверить, что Тышкинс враг должен быть, да. Ничего, он не враг. Так вот, я ему решил устроить историю искусства. Это парень из латышской деревни. По природе свой интеллигент, мягкий, обаятельный. И вот он приходил ко мне в комнату в штабе, где у меня хранилась скрипка, ноты, слайды. Я ему решил устроить историю искусства. Я ему начал все сначала и показал каждую картину, и все. Когда мы добрались до импрессионистов, до Мане, он обезумел. Он сказал, боже, вся история человечества сла к этой живописи. Слушай, я раньше тебе не говорил, можно я приглашу своего друга? У меня, говорит, есть друг. Вот я ему все рассказываю, что ты мне показываешь все. Но мне очень хочется его пригласить. Я говорю, пригласи. И вот он приглашает друга. Я говорю, ну что, продолжим смотреть импрессионистов. Сидит Янис и его друг. Я ставлю картину Мане с Калой в Белиле. Янис говорит, ты посмотри другу, говорит, посмотри. Он говорит, что смотреть? Янис говорит, ну мазня, говорит, этому Янису. Это мазня, он просто хулиганил. Это кошачьи какашки. И вообще, что это? Янис говорит, слушай, он что, издевается? Он что, не видит? Я говорю, нет, не видит. Он не видит, говорит. Давай другую. Ставлю другую картину, да? Впечатление. Восход солнца. Он говорит, ну это еще ужаснее. Тут какая-то желтая какашка. Здесь какие-то серые какашки. У него, видимо, краски потекли. И Анис говорит, слушай, что он говорит? Что он говорит? Что он говорит? Слушай, друг мой, ты присмотришься, говорит, ты что, шутишь? Он говорит, нет, не шучу. Ты что смотришь? Он тебе, говорит, мозги уже замучил. Твои мозги, говорит, что ты смотришь на эту ахинею. Ну там не ахинея, там слова были куда более резкие. И думаешь, что это великое... И я лишний раз убедился, как эти двое сидели, да? Можно сказать, из одной деревни. То есть один из такой деревни, другой из другой, теперь другой страны. Но как отличалось? Знаете, и вот я еще раз понял, как важно вот это все сделать. Через все это пройти. И как на первое место в воспитании, в школе нужно поставить культуру. А культура – это собирательный образ для всей живописи, музыки, поэзии, литературы, способы чтения, постижения, понимания. То есть культ и Ра – поклонение Богу Света, древнеегипетскому. Ну, тому самому, которому мы имеем право теперь поклоняться. Я вот тут Ра в другой сфере упомянул, когда в жару поклонялись Ра. И он действительно столько, сколько ему молились, столько он и землю эту иссушал, лишал людей урожая. Но шутки шутками все-таки вот это самое главное. Михаил Семенович, вопрос, который вам часто задают на интервью, у большинства не укладывается как-то это в голове. Вот первая лекция, которую вы начали читать в 15 лет, потом вы какие-то вот концерты проводите, рассказываете, а потом вот вы приезжаете в армию 24 года. Это, ну, вы же без подготовки, без конспектов, без книг, без всего вот этого, того, с чем можно как-то свериться. Как вы рассказывали-то? Понятно, что вы уже с высшим образованием, но при этом... Одна. Есть такая замечательная шутка. Чукча не читатель, чукча писатель. Когда меня спрашивают, а где ты это прочел? Я говорю, я сам это написал. Понимаете, ведь мы же читаем книги, и какие-то мы смешные. Мы читаем книгу Ивана Петровича. То есть это должен быть такой-то колоссальный внутренний интерес и внутренний огонь, который заставляет про это все думать, говорить, читать. Ну, конечно, это огонь. Ну, как вам сказать, это вот, наверное, все-таки есть такое понятие избранничества. Я понимаю, вот без всякой ложной скромности, что есть понятие избранничества. Я таких людей вижу время от времени, понимаете? Вот те люди, с которыми я могу проговорить, прообщаться часами, днями, ночами, мне не жалко ни времени, ничего, их мало, крайне мало. Есть много людей с титулами, с докторантурой совсем, но это совсем не избранничество. Они так договорились, что мы тебе присудим за твою диссертацию докторскую, а тебе кандидатскую, и ты получишь на 10 рублей больше там и так далее. Но на самом деле это избранничество не имеет ничего общего ни с профессурой, ни с академией. Я член, я академик, там, Европейская академия культуры и искусств, я почетный профессор и доктор разных учреждений разных. Но меня это абсолютно не волнует, это к слову, понимаете? Меня волнует только то, что я увижу в приковой даме Пушкина. Вот где это произошло? В какой момент вас это начало вот так вот интересовать? Что это такое было? Вот вы в 7 лет плачете в пионерском лагере, что не удается достучаться. А вот дальше? И вообще очень интересно, конечно, такое понимание литературы. Я знаю взрослых людей, которые во взрослом уже возрасте 30-40 лет заново перечитывали школьную программу, открывали для себя по-настоящему русскую классическую литературу и говорили о том, как же сильно испортили в школе все восприятие классики, желание вообще читать книги, и насколько же неправильно было все это проходить в школе. Предупреждали наказание. Правильно было проходить, но только не так, как они проходили. Но я привожу простейший пример, я издеваюсь над целыми залами. Я говорю, поднимите руку, кто писал сочинение на тему Татьяны, русскую душу. Все поднимают руки, все молодцы, говорят. А вы это у Пушкина читали? Как? У Пушкина этого нет, друзья мои. Это вас обманула Мария Ивановна, Анна Петровна, Иван Сидорович. Они вас обманули. Ну-ка читаем, что у Пушкина, черт побери. Татьяна, скобка открывается, русская душа, сама не зная почему, скобка закрывается, с ее холодной красой любила русскую зиму. Есть разница между лозунгом Татьяны, русской душой, патриотическим, и Татьяны, которая не знает, почему она русская. А почему она не знает? Но нам ли не знать, что национальность – это язык прежде всего? Это молочный язык, всосанный с молоком матери в питность, слово «мама», «люблю», «поэзия», «любовь», «первая любовь» – это язык. Значит, теперь смотрите, почему Татьяна не знает, что она русской душой? Потому что она не говорит по-русски. Она почти совсем не говорит по-русски. И эти главы благополучно пропускали в школе, зная, что все советские дети никогда в жизни этого дурацкого Онегина читать не будут. Школа сделает все, что бы не читали. И там написано у Пушкина, черным по белому, «Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала, и изъяснялась с трудом на языке своего родного». Она с нянечкой говорила несколько слов. Все остальное на каком же языке будет Татьяна, Ольга, мама, Ларина говорить? Конечно, на французском, в русской провинции. Мама образования, да? Она читала Ричардсон, она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла. А знаете, почему ее мама любила Ричардсон? Потому что Алина, ее московская кузина, рассказывала ей о нем. Там же сплошная пародия у Пушкина. Это не энциклопедия Белинский. Он не успел дожить до седин, до глубины. Энциклопедия русской жизни. Если это энциклопедия, то запасайтесь, как говорил Зощенко, дьявол и гробами. Это пародия, преувеличенная специально, чтобы русский народ понял, так жить нельзя. Что, разве не читали, кто приехал на именины Татьяны? Толстый Пустяков. С своей супругой, да родной, приехал Толстый Пустяков. То есть весь Толстый и весь Пустяков. Дальше. Вся характеристика в одной строчке экономики России того времени. Итого. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков. Слышите, как в одной строчке, да? Как бы шаля глагол обжечь. А сегодня нет этой актуальности, да? Прекрасная страна с нищими мужиками. А хозяйство великолепное. Все министры, все превосходные. Только мужики нищие у них. Да? Дальше. Там же дальше идет. Самое главное. Семья Скотининых, или чета Скотининых, седая, с детьми всех возрастов. Понимаете? То есть уже седые Скотинины продолжают размножаться. А откуда Скотинины? Ну, из Фанвизина, конечно, Скотинины. Оттуда, из той литературы. Чета Скотининых пришла. Это все друзья круга Татьяны. Это все она среди них воспитывалась. А уездный Франтик Петушков. То есть кругом курочки, а тут такой дурачок с гитарой, попсовик того времени, который всем девочкам вкручивает мозги. Они ему отдаются в страстях, потому что он один петушок, остальные совсем уже никуда. А этот с гитарой. И вот уездный Франтик Петушков. Буянов, мой сосед, как вам, конечно, он знаком. Ну и отставной советник Флянов. Выжига, проныр, шут, лжес. То есть все слова, которые Пушкин знает, бранные от человека, почему он выбирает советника? Значит, отставной. Теперь отставной. Но ведь советовал. Выжига, проныра, плут, шут, гад, лжец. Он был советником. Смотрите, как в нескольких строчках Пушкин рисует нам общество и предупреждает, ребята, так жить нельзя. Это кончится плохо. Вот же где литература. А это в школе читали. И что читали? Татьяна, русская душа и лозунг, да? А почему русская душа? Потому что любила предания ветхозаветной старины. Конечно же, русская. Конечно же, сама не знает, почему она русская. Но это куда более серьезный образ, чем Татьяна, русская душою. Это совсем другой образ. Более интересный, более творческий, более художественный. Хочу теперь вот действительно про школу спросить. В какой момент вы поняли, что нужно делать школу? Вот помните тот день, когда... Конечно. Сначала я понял про другую совсем школу, когда впервые в жизни, в 17 лет, прочел игру в бисер Германа Геста про Касталью. Я понял, что я когда-нибудь буду строить Касталью. Школу, в которой музыка, математика, запах бузины и так далее, так далее. Соединиться. То есть музыка. Рахманина с его сиренью. Все соединится. Математика, музыка, сирень. Дальше пойдут изобразительные все ряды и все прочее. То есть я расширял эту Касталью, эту педагогическую провинцию. Я представлял себе, что в стране, а там уже, помните, есть опыт общедоступного вступления, что когда наступила эпоха фильеттона, то люди вообще потеряли всякие творческие ориентиры. То есть у великого музыканта спрашивали, каких тип, какой тип женщин он предпочитает, блондинок или брюнеток. Такой великого поэта. Там вообще всякая ерунда. И вот появился противовес этому Касталью. Детей отбирали из школы. Я сначала думал строить Касталью. Когда-нибудь я выстрою Касталью. Но потом я понял, что Касталью мне не дадут в советской власти выстроить. А поскольку она так и не отменилась в советской власти, то есть она меня переживет, то я знаю, что я Касталью не построю. Но нормальную школу, в которой ассоциативное мышление, в которой ассоциативные ряды, в которой ребенок мыслит не кусками географии, физики, истории, а в которой причина-следственная связь установлена. Что то, что мы сейчас изучаем, существует потому, что в прошлом было его предтеча. А вот это, то, что будет от того, как мы его изучим, зависит от того, как он будет будущего. Вы часто говорите про то, что современная школа дает клиповое фрагментарное представление. Абсолютно фрагментарное. Ну, смотрите, мы отдаем наших молочных детей на 10 лет, по 6 часов в день, так называемые профессионалы. Что мы получаем на выходе? Самое позитивное, то, что мы получаем, это то, что мы в них вложили. Но совсем не то, что вложила школа. Разве не так? Разве вы как мать детей на своем опыте не видите этого? То, что вы им дали, то в них и есть. А школа набросала, набила ей голову, как мешок соломой, набила кучи сведений, из которых 90% им ей понадобится никогда. И не дала парадигму знания, жажду знания, тягу к знаниям, способы познания через культуру, через искусство, через математику. В каком момент отбивается вот эта тяга к знанию? С самого начала, говорят мне. Я сейчас не знаю, я не сижу в школах, но мне рассказывают родители, что ребенок ждал, ждал этой школы, как небесной манны. Пошел, через две недели, видите, что ребенок уже градусник трет, а байковое одеяло уже. Говорит, не хочу я в школу, а можно мне сегодня не пойти? А что? Скучно. Огромное количество детей говорят, скучно. Некоторые говорят, что там злые тетки и дядьки. Другие. Не знаю, что страшнее, скучно или злые. Наверное, и то, и другое. Третьи говорят, что там говорят, говорят, там говорят чего-то. А я не запоминаю, а мне это неинтересно, а мне это не нужно. Правильно дети говорят. А родители вздыхают и говорят, а что делать? Вы знаете, сколько я, вот пока мы с вами поговорили, сколько я писем получил вот на эту штуку, сейчас, за это время, где будет написано одно и то же. Спасите. У меня ребенок подходит к возрасту школы. Заберите в свою школу. Где вы открываете школу? Откройте в Москве, откройте в Питере, откройте в Барнауле, откройте в Харькове, откройте в Сибири. Откройте вашу школу. Как я могу открыть, когда даже в Тюмени на открытие моей школы не пришло ни руководство, ни управление образованием, никто. Школа открылась, веселье, радость и счастье. Мы показали, как за полтора часа можно детей затронуть, заинтересовать, взять, какие они счастливые. Вот да, вот вы говорите про то, что у вас занятие может происходить полтора часа, при том, что норма для младшей школы это 40 минут максимум. Больше считается, что дети не могут высидеть. Я просто сказал, в данном случае не могут проходить. А вот в конкретном данном случае я сказал, что смотрите, мы хотели показать 15-минутный фрагмент урока, а все так увлеклись вместе с детьми, что когда мы посмотрели на часы, прошло полтора часа. Это была презентация школы всего-навсего. Но дети не хотели ее обрывать. Почему? Потому что ребенку важно не время, а количество смен рода деятельности. Мозг и детский устроены очень хорошо. И единственное только, что мы иногда, когда ребенок вращается, вертится, мы считаем, что он перестал воспринимать. Неправда. В отличие от взрослых, у ребенка многоканальное восприятие. Ребенок подставляет разные антенны, чтобы слышать разные антенны. Отсюда, 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 отсюда. Потом, если он услышал что-то, что его взволновало, как не поделиться с соседом? Вы такого ребенка знаете, который чем-то потрясет, рядом сидит его друг, он не разговаривай. Какой не разговаривай? Делись. Давайте вместе поделимся. Сел, руки сложить на парту, сидеть 40 минут тихо, потом 15 минут перерыв. У меня еще лучше в школе. У меня одно из важнейших условий – чувство юмора. Если учитель 10 минут говорил, не пошутив, то он должен забрать класс и бегать с ними по двору. Отменить урок, закончить урок, завершить через 20 минут, через 10 минут. У меня учителя… Если не получается? Получается. 10, а у них картотеки юмора уже заведены давно. Он может прервать сам себя, любой учитель физики. И сказать, ребят, вспомнил веселую историю, не могу не рассказать. А то потом забуду, не дай бог. О, слушайте, рассказывает, зал грохает. Почему не начать урок с того, что люди падают? Что дети разрядились? Это у них четвертый урок, пятый урок, шестой. Только, ну ладно, шутки в сторону, я вам сейчас покажу систему проводников. А проводники давайте, раз уж проводник в физике, значит, давайте возьмем все значения понятия проводника. Вот я вас сейчас проведу в тайной маленькой стихотворении. Я вас сейчас провожу в тайной кусочком музыки. Я вас сейчас провожу в тайной этой картины художника. Так вот, физики тоже есть проводники. То есть, понимаете, что я имею в виду? Что все явления, понятия, они связаны между собой очень прочно. И у ребенка формируется ассоциативное мышление. Главный вид мышления на Земле. Нобелевский вид мышления. Парадоксальный вид мышления. Парадоксальный, конечно. То есть его можно сформировать. Это не то, что изначально. Можно, и опыт показал, что можно. У меня, между прочим, в Челябинске, в моей школе «Семь ключей», там самая лучшая девочка, ученица. Да, ее все любят. Я ужасно люблю. Она даун. Даун. Она самая красивая. У нее внешность дауна. Она самая красивая, самая умная, самая любимая всеми. И родителями, и учителями, и детьми. Она центр внимания. Когда она задает мне вопросы, это самые умные, глубокие вопросы. Обаяние невероятное. Понимаете, что можно влюбиться в девочку, которая даун. А потому что совсем другая обстановка, вообще другая. Понимаете? То есть в моей школе, всегда во всех моих школах, так называемой школьной обыденной школы, неформалы, которых надо стоять в угол, писать в дневники замечания, они у меня заводила. И самое главное, когда ребенок выскакивает, это первый признак того, что ему и что сказать. Вот все другое, все наоборот. Пушкин же предупредил, гений парадоксов друг. И вы писали о том, что, говорили о том, что когда вы стали общаться с нобелевскими лауреатами, то вы поняли, что главный принцип гениального нобелевского мышления это парадоксальный принцип. Парадоксальность, чувство юмора, открытость абсолютно. Они говорят о своих открытиях с юмором. Они все юмористы. Это общее у всех? Да, да, они юмористы. Они отдыхают от работы напряженной, да, через юмор, через веселье. Нет ничего более приятного. Ну вот я помню другое, даже не нобелевский лауреат, а великий Давид Федорович Ойстрах, один из величайших скрипачей мира. Мой профессор был его другом детства. И когда Ойстрах приезжал в Минск, мой профессор Гольштейн приглашал меня к себе в гости. И прежде всего... Когда вы узнали о том, что состоится такая встреча, ведь с Ойстраха вы поняли, что хотите играть на скрипке. Да, 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 да. Прошли годы, и я с ним встретился. Какое это было чувство? Помните, вот тот день, когда он сказал? Когда я его встретил? Ну, чувство было невероятное вообще, понимаете? Потому что Ойстрах — это... Царь Давид — это король скрипки, это величайшие скрипачи, когда-либо живших на свете. И он поражал какой-то вот такой фундаментальной, античной силой игры. Вот много было вокруг совершенно потрясающих, грандиозных скрипачей, которые стонали, плакали, смеялись. Вот Ойстрах строился, как глыба, как храм искусства, да? Но самое главное, что мы столкнулись на другом. Он же одессит, Давид Федорович. И он знал и любил массу анекдотов. А я вообще был весь в анекдотах еще к тому же. И мы полночи рассказывали друг другу анекдоты. Рассказывать анекдоты Ойстраху был самым великим удовольствием. Он хохотал, как настоящий одессит. Он хохотал до того, что он хрипел уже. И говорил, что я буду завтра делать на концерте? Ну-ка, ладно, еще один, последний. И так далее. То есть это было невероятно. А мой профессор, который меня учил, Михаил Моргиевич Гальштейн, тоже из Одессы, ученик Столярского, как и Давид Федорович Ойстрах, он мне говорил так, чисто по-одесски, «Миша, если тебя когда-нибудь повесят, то за язык». Такая игра, да? Как Татьяна русской душой, да? С ее холодной красой любила русскую зиму. Неизвестно, чья краса холодная. Татьяна или зима Пушкина выигрывает полифонию. Опять же, там на каждом шагу, там можно останавливаться на каждом шагу и сходить с ума от красоты, от юмора, от таланта, от парадокса. Бывает такой момент, когда у вас опускаются руки, когда кажется, что вот вы бьетесь головой кирпичную стенку и все. Бывает? Бывает. Так по вам не скажешь. Например, если раньше, когда мне не было, вот мне через несколько дней исполнится 66, я каждое утро просыпаюсь, и, к сожалению, в меня входит вот эта мысль, голову, господи, это я? Это мне 66? Это как? Это когда? Это почему? Это когда это все прошло? Понимаете, и когда мне было 50, 45, я почему-то ощущал, что все впереди. Я сумею выстоять, победить и сделать в своей стране, навести порядок, тот, который я мечтал о котором, потому что была перестройка. Понимаете, как бы демократизация, как бы. Хотя я понимал, что чем отличается демократия от демократизации, тем же, чем канал от канализации. Не бывает демократизации, понимаете, не бывает такого. И нельзя ничего демократизировать, если нет демократии. А так что вы делаете, когда вот кажется, что все, такая вот безысходность, пессимизм накрывает? Ну, такого у меня... Странно вас представить. Такого долга у меня не будет, потому что иначе я буду не я. Если пессимизм победит меня, я пойму, что действительно безысходность, понимаете, то я просто перестану работать, а этого я делать не могу, потому что у меня тогда придет возраст, придут болезни, я должен быть... Знаете, вот когда-то меня пригласили выступить перед одесскими наркоманами в Одессе. И огромный зал. И наркоманы обязаны туда явиться, потому что они все на учете. И расписаться в книге против своей фамилии. Но меня предупредили, что если через 10 минут им будет неинтересно, они имеют полное право встать во время моей лекции и уйти. Ничего себе. Представляете, какое... То есть прийти обязательно, а потом свобода. Не нравится, неинтересно, уходи. И вот я очень разволновался. Надо ведь начать так, чтобы 10 минут, потому что, может быть, самое интересное будет на 11-й минуте. А 10 не сумею. И вот я выхожу и говорю, здравствуйте, товарищи по несчастью. Здравствуйте, коллеги. Они так говорят, как? Тоже наркоман? Я говорю, еще какой наркоман? Только я нашел себе очень хороший наркотик. Если вы поймете меня сейчас, то вы тоже на него потянете. У меня и ломка есть, и все. Мой наркотик искусства. Культура. Понимаете, дело в том, что среди вас масса совершенно гениальных и талантливых людей. Потому что только талантливые люди уходят часто от этой жизни и ищут способов. Уйти от лжи, от лицемерия, от грязи, от мерзости, от дикости этого мира. И некоторые находят, к сожалению, очень опасный и вредный для здоровья вариант ухода. То есть вы уходите, но какой ценой? Вы уходите от жизни и из жизни тоже. Поэтому я вам сейчас предложу через рояль, через скрипку, через мысли, через стихи, через все предложу наркотик. Более того, я уверен, что когда я через год к вам приеду, они живут такой оазис у них в Бессарабии. Целый лагерь. Они построили сами себе дом, дома, ведут хозяйство и живут там в чистоте. Я говорю, я уверен, что когда я к вам приеду, я приехал через полгода к ним. Был такой проект «Взятие Одессы». Я приезжал все время в Одессу. Я приехал к ним. Они мне докладывали, я в чистоте 6 месяцев 12 дней, я в чистоте 1 год 3 месяца и так далее. Так вот, вы знаете, я получил от них такие авторские песни. Я получил такие стихи, такие картины, такие рисунки. Такое. Со мной разговаривали элитарнейшие люди общества. Почему? Потому что они пересели на другой наркотик. Там у них все время был Бетховен, Моцарт, Шнитке. Чего там только не было. Они учили друг друга, они слушали совместно. Для них это были уже полностью… Если бы мне дали, я же не случайно сказал, дайте мне на первом канале 10 минут прайм-тайм. Я вам изменю страну. Это не хвастовство. Если мне удается физическим телом изменять людей в зале, вот сейчас я приехал в Волгоград, я чувствую, что нужно что-то особое, тепло, особый юмор, особый, потому что далековато немножко. Ну, есть какие-то условия. Многонациональные, очень много народов. Как-то нет другое. Это тяжело просто. Люди живут. Да, тяжело люди живут. И еще одно. То есть, вот это вот потрясающий курган и родина-мать, и все эти могилы. Это все очень сильно. Но с другой стороны, это хорошо для туристов, которые приезжают и, слава богу, уехали и забыли. А там, говорят, каждые пять полито кровью. Понимаете? А люди живут в этом городе, где все время им напоминают о крови миллионов людей, погибших. Вот здесь этот дом, этот дом, дом Павлова и так далее. То есть, приезжайте, это хорошо. А вот жить надо помнить мир. Надо улыбаться. Поэтому я как нигде там. Но там, кстати, в Волгограде получилось замечательно. Там и губернатор, и вице-губернатор, и зав, начальник, или как называется, руководитель комитета по культуре думы. То есть, все были с нами. Мы провели целый день, как три мальчишки, хулигана. Мы общались весело. Они меня привели в музей, надарили книг, надарили... Чего только не подарили. Вот. И они все не знали, вот как Моцарт, который, как ребенок, который дарит подарки. Они все время дарили что-то. Вон у меня стоят пакеты, и в них подарки волгоградских руководителей. Потому что они не знали, что еще сделать, чем выразить свою благодарность. Чудные люди совершенно. Неожиданно. Один из них замечательный поэт и писатель. И он руководитель комитета по культуре думы. Когда я в Челябинске много лет выстроил школу, и однажды владелец этой школы пригласил всех думчан, послал им открытки, что вот... Он поставил рояль за свои деньги. Все поставил. Я приехал в Челябинск, я привез с собой великого пианиста Андрея Шипко, один из лучших пианистов нашего времени. Вот. Как вы думаете, сколько человек из думы пришло? Никогда не догадайтесь. Один. Он был другом владельца школы по бизнесу. И он привел с собой своего сына. Сын завоевал первую премию за лучшее сочинение после этого. У него спросили, где это ты все начитался, нахватался? Он говорит, я был у Михаила Казеника всего на одной лекции. Говорит, мне уже хватило, я теперь научился. У меня теперь магический кристалл, как сказал Пушкин. Представляете, отец не знает, куда благодарить. Один из всей думы в Челябинске. Михаил Семенович, скажите, пожалуйста, есть такие вопросы в этой жизни, на которые у вас нет ответа и очень бы хотелось его найти? Ну, я скажу, вы потом вырежете. У меня когда-то был самый страшный вопрос, как в 17-м году случилось так, что русский народ стал сам сжечь церкви, снимать купола и иконы сжечь, и потом продавали иконы за границей. Иначе, Боже, что нам не гоже. Как они стали все атеистами? И как они просто просуществовали как атеисты на протяжении многих лет? Никак не мог понять, как. Вот как это могло стать, как батюшка, священник, стал вдруг врагом, который надо расстреливать и так далее. Как они допустили это? Ну, кто-то скажет, что это была группа евреев. Но если группа евреев может взять миллионы русских людей, то грош вам цена. Они же не взяли в других странах никаких религий, никаких попов не расстреляли, да? Ну, во многих странах были организмы. Но я получил вдруг сегодня понимание, ну, то есть в наше время, понимание, в чем дело. Дело в том, что религия это настолько тонкая, это настолько светлая, на самом деле, это настолько внутренняя. И вера, это внутренняя, это самое интимное, что есть в человеке. Когда вы начинаете с другом обсуждать, как выглядит Бог и в какой степени кто из вас верит, вы совершаете самую дикую ересь. Это внутренний Бог, это совесть. Вот в этого Бога я верю как никогда. Бог настолько велик, что он не концентрируется в каком-то одном месте, вверху, внизу, вправо или влево. В этом смысле я пантеист. Да? Бог внутри нас. Об этом апостол Павел говорит. Ну, конечно. Счастье Божие внутри вас. Да, конечно. А вопросы, которые вот сейчас, вот, есть что-то, что вы хотели бы понять и о чем думаете, возвращаетесь? Я хотел бы понять, сколько раз можно наступать на одни и те же грабли. Вот. Ответ только на один вопрос. Бывает второй раз уже шишка, а третий раз грабли убираешь или стоишь вверх. Но когда идешь четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой, то я не знаю, как назвать это понятие с медицинской точки зрения. Я не хочу никого оскорблять, но мне кажется, что это форма олигофрении массовой причем. Понимаете? Другого ответа у меня нет. время на своей территории роскошной, со своими богатствами, жить богато, радостно, счастливо, с улыбкой, воспитывать детей. Что это за ненависть ко всему миру? Что это за передача? Вот смотрите, откройте, включите первый канал. Это ведь федеральный канал номер один страны со скрепами, с православием, с духовностью. И что, много там духовности, много там скреп, много там православия? Это такой канал на Западе, это платный 17 канал, за него 20 евро доплачивают. Давай поженимся, и пусть говорят, это платные каналы. Голубой огонек еще. Да. Это все платные каналы. Бесплатные каналы, каналы государственные, без рекламы, без шутовства. Это каналы географические, исторические, психологические, истории своей страны, дух, высокие фильмы, трансляции из разных городов Швеции, вечерних симфонических концертов, с комментариями музыковедов, искусствоведов. То есть, большая часть населения Швеции, 75 процентов, подписаны только на эти три канала. Первый, второй и четвертый. Там нет рекламы, повторяю. Если вы хотите еще пакет, где рулетка, платите деньги. Но если уж вы все пакеты купите, вы можете доплатить еще сверху, к 100 евро, еще 20, и получить целый ряд каналов, которые 24 часа в сутки показывают подробности физиологических совокуплений. Как это происходит? Ну, вот есть такие люди. В Швеции это 0,3 процента, которые подписаны на вот эти уже каналы, понимаете. То есть, вот видите, как распределение общества идет? В другую сторону. Поэтому я остаюсь при своем мнении, что страна совершенно потрясающая. Народ безумно креативный, красивый, красивый, да еще потому, что ведьму не уничтожали. Я с вами говорю, вами любуюсь, красивая русская женщина. Видно, что ваших прапрапрапрабабушек не сожгли на костре. А в Средневековье, вы знаете, там очень много сжигали. И, конечно же, геометрически не размножились эти женщины сожженные. Вот отсюда особая красота тех женщин, тех стран. Но в России-то особо не сжигали. Вот я же об этом и говорю. Так именно об этом я и говорю. Так вот, я же говорю, красивые, эмоциональные, способные любить. И вдруг такая ахинея. Такое впечатление, что, вот знаете, когда я должен в очередной раз ехать в Россию, а я большую часть времени провожу в России, я, когда включаю телевизор, я бы его не включал, ни к ночи быть помянут. Но мне нужно знать, куда я еду и что они за это время еще наговорят. Понимаете? Поэтому я включаю и вижу, нет, я не хочу туда ехать. Я вот в эту страну не хочу ехать. Где один больной психический человек на экране в самое лучшее время, когда воскресный вечер с Соловьевым, воскресный вечер ни с музыкой, ни с поэзией, ни с литературой, ни с любовью, а с Соловьевым, который будет рассказывать о том с иронией, ненавистью, жесткостью, да? Я думаю, что это? Я не хочу туда. Я приезжаю, я встречаю своих замечательных слушателей, я встречаю своих поклонников. Посмотрите, сколько у меня уже кругом подарков в чемоданах. Они же тащат все, что только им нравится, чтобы подарить мне. Это ни в какой стране мира нет такого. Понимаете? Сколько у меня цветов, все благоухает кругом. Понимаете, я всех надариваю цветами. Люди мало того, что покупают билет по шведским ценам, они еще покупают букет по шведским ценам. И сколько народу покупают. Зачем они тратят целую пенсию? Мне хочется сказать, я однажды сказал, но не все услышали, я сказал, знаете, я немножко не люблю срезанные цветы, потому что получается, что люди так любят цветы, что убивают их и дарят другому убитые цветы. То есть, вы наблюдаете их умирание дома. Я специально это сделал, чтобы перестали мне носить таких количеств цветов и дарить, деньги тратить такие большие, понимаете, по тысяче рублей за букет, по полторы тысячи, по две. Там иногда такие букеты, что я могу принести, показать им, что творится. Вот такой букет, еще он, по-моему, две с половиной тысячи стоит, такой букет, как у меня там стоит. А еще пахнущие розы стоят. Вот. Знаете, замечательный народ, но как необходима реформа мышления, образования, как необходим канал, как необходимо... Я же попросил дать мне 10 минут на первом канале. 10 минут в прайм-тайм. Только 10 минут. Я буду противостоять всем этим больным, всем этим призывам к агрессии, к ненависти, к миру. Я буду 10 минут рассказывать об одном стихотворении или об одном музыкальном произведении или об одном одной картине художника, о каком-то парадоксе. Я скажу, что вот не можем не любить этот народ, который дал миру это. Мы не можем ненавидеть вот этот народ, который дал миру это. Понимаете? Пусть политики ругаются, пусть все, за всех богов ругаются друг с другом, потому что если у тебя твой бог, ну, держи его в себе. Ну, не пытайся ругать другого, у которого другой бог, потому что есть куда большее количество поклонников у других богов и так далее. Вот поэтому я просто очень хотел бы, конечно, успеть не физическим телом все время работать, да, а успеть добраться до миллионов людей. Что-то очень важно им сказать. У вас двое внуков, двое, да? Да. Очень часто бывает так, что, когда родители чем-то увлечены, они хотят видеть это в детях, и дети часто отрекаются от родительского опыта, говорят, что нет, вот это главное, чем я не хочу заниматься, не хочу идти по твоим стопам. Для многих это сложная ситуация. Как у вас так произошло? Значит, если дети отрекаются, то это значит, что родители недостаточно убедительны и умны, потому что, вы знаете, кто такой Йоганн Себастьян Бах? Это результат семи поколений музыкантов. Вот такой генетический эксперимент. Когда все были музыкантами, дочери музыкантши выходили замуж за музыкантов, сыновей музыкантов, дети учили детей музыки, и в седьмом поколении количество перешло в качество, да еще такого масштаба, что у Баха было двадцать детей, из них пятеро были великими музыкантами, четверо реализовались, пятый сошел с ума в юности и жил у старшего брата. Но четверо после Баха гениев. Так вот, с одной стороны, генетически это очень важно, чтобы родители умело передали свою профессию, потому что есть потомственные плотники, потомственные слесари, потомственные столь, почему не может быть потомственных писателей, потомственных музыкантов и так далее. Если не получается, я в моем случае говорю так, знаешь, нужно или быть хорошим, настоящим музыкантом, или просто взять это как любительское, в свободное время, а заняться юриспруденцией или заняться чем-нибудь другим. Вот поэтому Авелина, будучи хорошим музыкантом и флитисткой, она хочет быть еще и юристом. Данечка, он врожденный архитектор, потому что его жутко не устраивают эти дома. Вот мы здесь жили тогда, вот на Новом Арбате, и он очень любит Москву, он патриот России, совершенно сумасшедший, Данечка, он на 9 мая принес солдатскую фляжку с соком в гимназию, и все выпили в честь Дня Победы, благодаря ему только они и знали, что 9 мая это День Победы. В Швеции, да? Нет, у нас. А в Швеции это не праздник, ничего нет. Вот. Но Даней, он им всем стал рассказывать, кроме того, он поступил очень интересно, он отменил свой поход на урок немецкого языка. Он говорит, 9 мая, я очень люблю немецкий язык, язык Гёте, но я 9 мая принципиально на урок немецкого языка не пойду. Уважительная причина. 9 мая День Победы над фашистской Германией. Вот так. То есть он такая оппозиция в своей латинской гимназии, латинская, такой эксклюзив. Понимаете, и все. Они умные дети. У нас, я воспитывал у них чувство юмора. Ну, в Швеции все живут отдельно, как вы понимаете. А воспитывать чувство юмора это что? Это самому? А это значит, что мы писали сказку с ними несколько лет о том, как дракон женился на Ижихе. Мы писали и хохотали, как умалишенные. Сначала я шутил, потом пошли их шутки, вот. То есть масса всего. То есть таких тонких шуток, там такое. Это было не столько для печати, хотя один издатель говорит, давайте напечатаем. Это было для того, чтобы они развивались с юмором. А самому можно научиться? Можно к себе воспитать чувство юмора? Вот вы говорите, что у вас преподаватели в школе, учителя должны обязательно шутить. А если вот не умеют? Есть отсутствие врожденного чувства юмора, так же, как есть врожденный дельтонизм, так же, как есть, наверное, есть врожденная эстетическая глухота и слепота. Но это казусы, это небольшой процент, он всегда есть. Ну, так же, как большинство людей размножаются сексуальным путем, это гетеросексуалы, потому что нужно родить дальнейших корей. А некоторые люди, Бог сказал, ты можешь не рожать, вот ты не будешь иметь детей. Поэтому идея усыновления удочерения, она для меня не совсем приемлема с другой точки зрения. Бог сказал, не будешь, а мы насилием, вот вам ребенок, считайте, что это ваш. Вот тут немножко такой протест. Может быть, в какой-то степени. Если ребенок остается без родителей, это же... Ну, если у него два папы или две мамы, вот здесь я немножко... Ну, это да. Я же об этом говорю. Понятно. Я говорю о гомосексуальном усыновлении удочерений. Потому что, когда ребенок видит с детства, как два папы целуются, то, наверное, если он по природе гетеросексуал, он будет немножко растерянный, у него будет немножко неверная ориентация. Знаете, у нас много глупостей, и там много глупостей. Мы все не очень умны, честно говоря, и надо в этом признаться. А все от отсутствия культуры, от отсутствия всюду, правильных школ. Потом, чувство юмора, да, не у всех оно есть. Так вот, те, у кого его нет, они заводят, собственно, и те, у кого есть тоже, картотеки. Слава Богу, имея интернет, можно надыбать несколько сот тысяч историй без мата, без грязи, без ненависти. Вот то, что я рассказал, да? Это же филологический анекдот на самом деле, да? Вот. Это была действительно игра с русским богатым словом, с удивительным словом, которое может быть и в одном, и в другом смысле. Таких шуток я могу найти и набрать сотни тысяч. И это значит, что если учитель долго не пошутил и докладывал детям текст какой-нибудь по физике, по химии, по математике, не пошутил, у детей перекрываются эти вот каналы восприятия, они устают, и в этот момент учитель уже проигрывает. Он говорит в пустоту. Особенно, когда он видит, что детские глаза устремлены, но ребенок не слышит. Так как взрослые сидят на лекции, сел угораздином сесть на первый ретр. Лектор выбрал вас в качестве объекта. Если бы он знал, о чем вы думаете через 10 минут после начала его лекции. А мы, зная, что мы такие, что мы одним каналом воспринимаем, треугольником, пытаемся с детьми почему-то играть в игры, как будто бы дети должны быть способнее и больше воспринимать и слушать ахинею всякую монотонную, чем мы. Вот же в чем беда. Мы сами, вот когда мы учим детей, дети-то верят, что мы не такие праведные, не такие правильные, не такие умные, не такие деятельные, но мы учим детей, вот это лицемерие знаменитое, да, от которого мы никак не можем избавиться. Поэтому у меня метода вся воспитания, система, это совет с ребенком. А вот как ты думаешь? Я вот не могу ответить на этот вопрос, давай подумаем, что мы должны были бы сделать в этом случае или что мы можем сделать в этом случае. Потому что, когда этот обыкновенный родитель, который в своей жизни столько натворил всяких глупостей и пакостей и всего прочего, он другит ребенку вот так правильно или она, вот так надо. Все. Это, конечно же, глупости. Поэтому я считаю, что воспитание, и вот моя школа на этом построена, она построена на очень тонкой и точной системе динамики взаимоотношений. Знаете, когда-то ко мне зашел однажды один швед, который владеет русским языком в совершенстве, режиссер, домой, а там, значит, говорит, ну включи русское телевидение, покажи, что у вас там. Я включил, это было много лет назад, Даренко выступал. Помните такого? Да. Да. Он как раз мочил Лужкова в это время. То есть каждый день он полчаса рассказал, какой Лужков бандит, а Лужков оставался при этом мэром города Москвы. Такое время было, да? Этот послушал немножко, он самоубийца. Я говорю, почему? А его сегодня уволят. Я говорю, ты знаешь, сколько времени он это делает уже подряд? Он говорит, как? А чем ты недоволен? Он говорит, вы что, шутите? Разве вы не понимаете, что он сейчас по телевизору говорит, думай так и только так. Это запрещено всем законодательством, это зомбирование. То есть телевизор не может знать, как. Тем более, особенно в Советском Союзе, где у советского народа осталось памяти, что печатанный текст это правда. И поэтому часто компьютерные сообщения, любой фейк, миллионы людей воспринимают как правду, потому что он напечатан. Не понимая, что это дядя Вася сидел, раньше он писал. Понимаете, ведь интернет тоже имеет теперь двойное значение. С одной стороны, интернет – великое завоевание, великая продвижка вперед, к знаниям, к всему можно читать книги Вашингтонской библиотеки, любые, и так далее. Но, с другой стороны, это страшная трагедия. Потому что раньше сидел этот человек в майке дырявой, запачканной кетчупом, на маленькой хрущевской кухне, ненавидящей жену, жена ненавидит его, с похмелья сидел и не знал, куда им деваться, шатался, не знал, кого побить, то ли жену, то ли ребенок придет из школы, то ли соседам подраться, то ли пойти домино. Никуда некуда деться, сосед на работе, а он сидит и так шатается, как баптист, и не знает, куда ему деваться, и он это, а теперь у него есть возможность. Он открывает фильм, какой-то фильм, Михаил Казини говорит о Бахе. Он вдруг пишет, кетчуп, здесь дырки, Бах дерьмо, Казиник дерьмо, Казиник морда жидовская, и спокойно ложится спать. Он выполнил свое дело. Понимаете, в чем дело? Это гигантская сублимация для миллионов людей. Они получили возможность свисеть, как и мой фильм, в вечности. Теперь тысячи лет будут смотреть фильм Баха один, мой эффект Баха, и тысячи лет читать его отзыв, в котором написано, что и Бах дерьмо, и я дерьмо. Ну, что тут скажешь? Знаете, я не хочу говорить какие-то такие вот вещи, которые не принято говорить о самом себе, но все-таки я думаю, что все-таки понятие избранничества, оно существует. и я утром просыпаюсь, обращаясь куда-то в вечность, говорю спасибо. Спасибо за то, что я понимаю эту поэзию, чувствую эту музыку. Спасибо за то, что я достаточно физически по-прежнему уже много лет готов к тому, чтобы выполнять свою миссию, что кто-то у меня отбирает все начинающиеся болезни без всяких врачей и возвращает меня опять в нормальное состояние после гигантских нагрузок. Спасибо за то, что я не только чувствую, но и способен передать эти ощущения другим людям. И только единственное, что я иногда спрашиваю, послушай, ведь я столько лет живу на планете, столько лет живу в своей стране, все свои силы отдаю ей. Ну, способствуйте все-таки, чтобы я не работал только физическим телом, чтобы я мог выйти в виртуальный мир на миллионы людей и сказать им хотя бы что-то очень важное. почему этого нет? Ведь я совершенно четко осознаю, что когда меня не станет, это будут говорить об этом, как об историческом казусе, что жил один человек, который обладал очень большой силой воздействия, силой слова, силой речи, силой доказательности, эмоций, актерскими данными и знаниями для того, чтобы иметь право общаться с миллионами людей в своей стране на своем родном языке. И почему? Ну, знаете, еще как шутят. Есть, говорит, вечерний ургант, а есть ночной казинник. Потому что мои фильмы показывали по ТВЦ в три часа ночи, в ночь, обратите внимание, с воскресенья на понедельник. То есть это такое время, когда даже самые, уже самые защищенные спят. с одной стороны, приобрели фильмы, а с другой стороны, когда нужно было показывать, вдруг сообразили, что эти фильмы могут слишком много менять в людях. Если кто-то скажет, ой, а я и не знал, и он уже немножко не тот человек, не совсем так легко управляемый, он увидит игру некоторых людей на экранах телевизоров, он поймет, что над ним шутят. Продолжение следует...